Виктор Пилипенко выставку портретов военных гомосексуалистов под названием «Мы здесь были» запомнят на всю жизнь. Он пока что единственный украинский военнослужащий, который признался, что он гей. Через друзей на меня вышел художник, который эту выставку, в основном, створил. Я сразу погодился, потому что мне сказали, что будет возможность сделать это анонимно. В 2014 году он по мобилизации попал в батальон «Донбасс» и до лета 2016 года принимал участие в боевых действиях в Широкино под Мариуполем. Когда я воевал, я не знал, потому что не было нам, когда. И до ценности такой не было. Ни одному там рассказывать, переконывать. Ну, мне не было. Ни с ноги, ни желания. Ну, для чего? Это хлопцам знать. Его камин-аут спустя два года после демобилизации стал настоящим откровением для родных, близких и друзей. Говорит, больше всего он боялся реакции сослуживцев. Но, как оказалось, зря. Я сам служил на строчке в противоповетренной обороне. Он нас так гонял, боже мой, особенно меня гонял, потому что я такой, распозляй, трохи был. А потом увидел меня по телевизору, что я в Широкино, доброволец. И нафиги. И он прочитал про то, что я гей. И он написал, типа, одобряю. Другие участники проекта «Мы здесь были», такие же военные, как и Виктор, пока что не решаются сказать на всю страну о собственной гомосексуальности. Но автор проекта Антон Шебытько уверен, даже инкогнито его герои меняют стереотипы. Ну, это был первый вообще снимок, который я сделал. Мне кажется, он клево получился. Это вот тот военный, который до сих пор служит. Он, по-моему, первый раз был в Киеве, когда я делал этот портрет. Сколько точно гомосексуалистов в украинской армии, никто не знает. Но Виктор считает, достаточно, чтобы об этой теме говорить вслух. В штабе Вооруженных сил Украины, видимо, считают иначе. Дать нам интервью в СЦУ не смогли. Прислали только формальный письменный ответ. Признаки ориентации ЛГБТ-людей попадают под статью 18. Расстройства, болезни, состояния и физические недостатки. Пригодность к военной службе зависит от степени выраженности сексуальных расстройств. Виктор Пилипенко ответ Генштаба удивил. Говорит, в цивилизованном мире гомосексуальность уже давно не считается болезнью. Люди боятся, конечно. Поэтому важно делать камин-ауты, поэтому важно показывать свои обличия, рассказать свою историю. Что до армии, рассказывать, что гей-лезбийки и бисексуалы могут брать до рук оружие, и защищать права других гетеросексуальных. Также они выполняют свои гражданские обязанности, они делают это за поколиком сердца, они потребуются, например. Вот так. Поэтому я считаю, это важно. Виктор Пилипенко сейчас работает в медиа и успешно строит личную жизнь. Уверяет, сейчас уже не страшно ничего, ведь назад пути нет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...